И ты мне говоришь, а хочешь посмотреть гол Жжемаледдинова? Я говорю, я не видел, покажите. Пускай, беги за мячом. Так, пускай, шагом, шаг. Вот, 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 да, да. Ты даже не видел. Смотри, он мне бежит. Я говорю, Саша, в чем дело? А он мне говорит, а я не хочу. Добрый день, Михаил Федорович. Мы записываем это интервью, потому что я хочу рассказать всем болезням Локомотива о том, кто готовил нынешних ярких звездочек, которые сейчас определяют игру команды. В первую очередь, конечно, это речь о реплайте Жемаледдинове, но есть и еще один ваш воспитанник, который сейчас играет в команде, это Тимур Сулейманов, пока за казанку, но уже выходил и за основу. Виктор Федорович, это тренер, первый тренер Ирифата и Тимура, и еще большого количества людей, которые уже играли за Локомотив, сейчас, возможно, уже в других клубах. Поэтому мы сделаем это интервью с Виктором Федоровичем. Расскажите о себе, и, насколько я знаю, да, вы где-то в Куйбышеве родились, правильно? Нет, в Туле. А как оказались в Куйбышеве тогда? А, ну это меня пригласили в команду мастеров, Металлур Куйбышев, сейчас Металлур стадион, на котором сейчас вот вчера состоялась игра Кривисоветов и Спартак. Вот с этого стадиона у меня началась в команде мастеров. Да, давайте отмотаем еще назад и про Тулу. Информации очень мало, поэтому рассказывайте все, что есть, как вы начинали в футболе, как пошли туда, понимая, послевоенные годы было. Да. Ну, мне помогло, конечно, поступление в училище, потому что, сами понимаете, в училище общежитие, там есть спортивные секции, и я начал там играть в футбол. В общем, в два года я играл настолько уже, что попал в сборную России. Два года я играл за юношескую сборную России. Это было Скуратовское горно-техническое училище. Вот я там долго пробыл. И прямо уже по окончании этого училища, а нам давали диплом техникума, мы закончили, когда это, значит, я поехал в команду мастеров, меня пригласил металлур Кубыш. И вот я начал с этого карьеру в команде мастеров. В какой лиге тогда играл? Во второй лиге играл. Но, насколько я знаю, тогда вторая лига, она была очень сильной. Да, была сильной. Города были, зоны разные, зоны Средней Азии, зоны Центральной России, Черноземной, Курск, Орел, Белгород. И были Средней Азии потом зоны. Кататься приходилось по всей стране. Что из себя представлял футбол послевоенный? Насколько, ну, с какими трудностями сталкивались? Наоборот, может быть, что-то вам нравилось тогда больше, чем сейчас в футболе? Ну, раньше, конечно, очень ребята любили, во дворах играли. И платили мало, конечно, что было. Зарплата, допустим, 120-140 рублей. Ну, плюс премиальные за победу. Так что жили не роскошно. Ну, давали там жилье какое-то. Вот мне дали там сначала комнату, потом квартиру. А потом уже я переехал из Куйбышева, попал в спортивный клуб. Меня взяли, ну, в армию уже призвали. Спортивный клуб армии. И спортивный клуб армии, там, первенство вооруженных сил, мы проявили себя хорошо. И меня в ЦСКА пригласили. Вот, был в Москве. В дубле, правда, не задержался. Вот, и, ну, и дальше поехал. Куда? Поехал дальше в команду мастеров. После армии уже поехал команду мастеров в Йошкар-Аллу, Спартак. Спартак-Йошкар-Алла. Год поиграл, потом закончил, стал. Мне пригласил, ну, уже возраст был, уже, сколько мне было, 34 уже, наверное. И я позвали в Сургут, в нефтяник Сургут. Я сначала был игроком, потом играющим тренером. Вот, там пробыл долго. Ну, а потом приехал в Москву, где-то в 80-е годы. Давайте пока еще про игровую карьеру, самый запоминающийся матч. Может быть, самый запоминающийся поездка, выездка куда-то. Ну, запоминающийся гол, я вам расскажу, был. Мы играли, когда я заиграл в юношеской команде Затулу. Значит, вот мне запомнился гол, когда центральный нападающий, я играл под нападающим. Ударил перекладину, а я двигался в сторону ворот. И примерно с линии ворот мяч летел по воздуху, я развернулся, и через себя. Ножницами забил... Так вот откуда это? У Томаредина, у Сулейманова. Забил гол. С лету, опять перекладину, я развернулся. В общем, это прям действительно запоминается. Мы сейчас находимся на поле «Сокол», когда это был бывший локомотив, на котором играла даже первая команда клуб «Октябрьской революции». Сейчас это переделали в поле школы «Сокол». И Виктор Федорович является тренером по технике. Я, как человек, который с техникой абсолютно не дружен, но всегда хотел стать футболистом, не мог не воспользоваться случаем и не взять пару уроков у человека, который обучал Аршака Коряна, Рифата Жамалединова и Тимура Сулейманова. Хотя, наверное, в плане техники, возможно, это не лучший пример. Виктор Федорович, чего вы меня можете научить? Ну, мы возьмем несколько приемов, потому что их огромное многообразие. Ну и продемонстрируем сейчас на практике. Давайте. Значит, введение, допустим, вот в ту сторону. Сейчас я тебе показываю. Смотри. Значит, шажет, смотри. Раз, два, три. Это в одну сторону. То есть, смотрите. Раз, два, три. Под себя туда. Это одной ногой. То же самое левой. Сейчас. Можно пробовать, а вы мне поговорите, что я делаю не так. Да, попробуй. Я никогда в жизни не повторю. Значит, смотри. Сначала ты должен шагнуть. На ногу к мячу. Шагнуть. Вот, смотри. Шагнул и сразу ведешь мяч, смотри. Тащишь мяч. Раз. И сразу два, три. Выводишь его. Вот первую фазу сделаем. Тащи мяч. Раз. К себе. А я себя. Не подошве. Посмотри, много переводчик будет. Видишь? Раз и вот. То есть, нога вот смотри. Раз. Так, поехали. Туда. Останови. Да, правильно. Я думал, футбол простая игра. Нет. Тащи мяч дальше за спину. Да. И выводишь из-за спины. Так, хорошо. Следующее упражнение. Смотри. Говорили, что много ездить. Ездить приходилось по второй лиге. Куда? Самые дальние, может быть, самые интересные, самые запоминающиеся. Я понимаю, на автобусах, да, разъезжали? И на автобусах, на самолетах. Ну, автобусы, это ближайшие, там, такие-то, может быть, города. А так, конечно, на самолетах. Самый долг. Самарканд, Ташкент, Термес. Вот такие, такие города. Там, наверное, и плюс 40 играть. Да, Ашхабад, Ашхабад был, там, это кошмар. Я из самолета вышел, я думал, как будто гигантский костер, дверь, когда самолет открыли, я же отшатнулся. Такая жарища стояла. Ну, там, в пустыне, аэропорт практически. Но при этом во всех городах были свои команды в второй лиге и в хороших уровнях, правильно? Да, команды мастеров были крепкими очень, да, защищали честь своих республик, городов. Против кого приходилось играть или вместе с кем приходилось играть из известных тубалистов? Может быть, запомнился кто-то? Ну, в команде были, вот, в Металлурге, допустим, из Крыльев Гришин, там. Он меня научил, такому, можно сказать, не то что, сейчас бы, сейчас, до сих пор я это применяю. Значит, он меня учил, раньше мячи были кожаные, и они впитывали влагу, они становились тяжелыми, если играли в дождь. Ну, и он мне говорил, Витя, ты этот мяч перекачивай, мочи. И у нас была стенка, да, вот, как раз в училище у меня была стенка. А, вот, кстати, да, у меня был тренер Фомичев, Борис Васильевич, у нас вот в училище. И он от нас уехал в Луганск. И он был первым тренером Заварова, первым нашего профессионала, да, профессионала в Ювентусе, который играл. Вот, вот был у меня Борис Фомичев. И ваш первый тренер. Это мой Фомичев Борис Васильевич. Я вот запомнил на всю жизнь, конечно. И вот там в Туле у нас было пресс-открытие, мы там выиграли, и Тула обыграли, только при команде мастеров. И вот там меня уже на руках качали после игры, после победы. И кричали, называли Пекой. Пеков был такой, ну, заменитый футболист был Пека. Дементьев, Пека Дементьев. Вот, я вот, в общем, в детстве я так выделялся здорово. Но потом, честно говоря, дальше так не получил такого развития. У меня полез я в училище, у нас там первенство борьбы проводилось в вольной. И я полез в эти соревнования. Меня ребята просто вытолкали, потому что я был сильный. Если мы так с ребятами там боролись во дворе, то я как-то всех побеждал. И они мне сказали, давай за наш курс, ты все выиграешь. А я как раз переболел ангиной. И вот я полез в эту борьбу, я провел за два дня семь схваток. У всех выиграл, стал чемпионом по борьбе. И в результате посадил сердце. Потом диспансер в Тулу поехал, он говорит, у вас сердце расширено от нагрузок очень сильно. Я так понимаю, что вы были играющим тренером в Сургуте? Взрослая команда. Видимо, у вас были предрасположенности к этому. И вы изначально уже игроком какие-то такие вещи в себе подмечали. И партнеры вас подмечали. Как стали тренером? Я, в общем-то, играющим тренером. Потому что ребята подошли ко мне, там тренер исчез вдруг. Мне говорят, давай возглавь команду. Ну, я возглавил. И мы стали обладателем Кубка России среди производственных коллективов. Это помню, в Каспийске мы в финал выиграли. Из Москвы судья судил. Но тоже ведь это довольно сильное соревнование. Да. В первенстве СССР, среди производственных коллективов. Очень сильное. Но у нас команды раньше как были? Они не мастеров, а освобожденные от работы. В общем-то мы не работали. Мы были как бы футболистами. Но числились там инструкторами, слесарями. Ну, я слышал, что за заводские команды очень много игроков там высшего уровня. Да. Тогда это было в норме вещей. У нас играл и Нагамов, центральный защитник локомотива. Старков там из Крыльев. Котлеров воротарь. Его в торпеды приглашали в московской. То есть бывшие игроки, которые заканчивали, они ехали за деньгами. Потому что там раньше негде было зарабатывать. И поехали на север. А я был у них играющим тренером. И вот мы выиграли Кубок России. И дошли до полуфинала Кубка СССР. Как обладатель. Я помню, в Питере я забил гол. Там из «Зенита» играли даже игроки бывшие. Он так грудью остановил в штрафную. А я из-под него выскочил и гол забил. Ну, мы проиграли, правда, в одином. Ну, на этом мы и закончили в первенстве. Ну, в течение многих лет «Нефтяник» всегда был чемпионом области. Там вопросов не было. Мы возглавляли всегда там. И что случилось с «Нефтяником»? И почему вы покинули эту команду? Я так понимаю, главное перебрались в Москву. Перебрался в Москву, да. И тут у меня там погибла жена. И я здесь женился. И, в общем, стал детским тренером. Знаете, когда? После 80-го года Дюжджинского района. Я там работал с 86-го по 91-й год. Это Дюжджинский район. Как вообще пришло решение в голову переехать в Москву? С Москвой вас на тот момент мало что связывало? Ну, Тула рядом вроде. Куда еще ехать? Вроде я поехал. У меня тут друг. Да, это друг меня пригласил. Да, пригласили, позвал. Пригласил, позвал, да. И 90-е годы, и вы детский тренер Дюжджинского района. Детский тренер Дюжджинского района. Это, наверное, не самая прибыльная работа, особенно в начале 90-х годов. Конечно. Как выживали? Выживал. Ну, в общем-то, жена работала в этом, в японской фирме. Вдвоем как-то легче. Но не было мысли о том, чтобы бросать футбол, бросать детский футбол? Нет. Я как-то начал втягиваться в детский футбол. И вот у меня в Дюжджинском районе, я в Отрадном нашел вратаря Бухлицкого, который потом перешел в пляжный футбол и стал лучшим вратарем мира. И на вечере попросили на выпускном в Соколе перечислить его звание. Ребята, я буду читать, вам просто надоест, сколько у него званий. Я уж не говорю, в мире, в Европе, в стране, в Москве и так далее. Он оттуда из школы Дюжджинского района? Да, Дюжджинского района. Я его нашел во дворе в Отрадном. Я в Отрадном живу. И прошелся, думаю, едать, во дворы схожу в школы. Пошел туда, ну, его поставил в ворота. Он играл за 82-й год. Потом я его перевел, перешел сам трудовые резервы и его с собой туда забрал. А потом как-то мы стоим там, у нас Академия физкультуры с трудовыми резервами была связана. Да, и мы там, они нам давали зал иногда. И там была игра, мы с торпедой договорились сыграть трудовые резервы. А я там с Юзинским разговариваю, говорю, а он говорит, какой воротарь? Я говорю, это мой. А сзади стоял Николай Михайлович Ульянов. Он услышал это, Юзинский отошел от меня, он говорит, слушай, может ты мне его передашь? Я так подумал, думаю, передам, потому что условия трудовых были такие слабенькие, а торпеды есть торпеды. Ну, он так в торпеды и закончил воротарем все годы у него. Потом поехал по команде мастеров, в Южевске был, а когда перешел в пляжный футбол, он стал звездой. Мне вообще везло на воротарей. В локомотиве у меня был Криворучика сначала, 1984 года рождения. Потом Лобанцев, 1995 года рождения, я его нашел в «Спартаке-2». И Бухлицкий, вот три вратаря, которые известны. Играли. Играли, да. Между школой Дзержинского района и трудовыми резервами было что-то? Нет, школа как раз закрылась, почему я Дзержинского района закончил. И я перешел в трудовые, набрал команду маленьких, в отрадном в основном, по месту жительства. По школам пробежал и пришел в трудовые резервы. Пришел, они говорят, о, как раз нам нужна команда вот этого возраста. И я с командой. Возраста какого? Восемьдесят четвертого. Восемьдесят четвертого. Ну и там было два отделения. Одни играли как бы в клубной лея, одни во втором там отделении. И когда вот, как раз возраст подошел к игровому, и надо было определять, у них было так поставлено. Играли вот эти два отделения между собой, кто выиграет, тот набирает команду из двух отделений, идет в клубную лигу. Ну и я выиграл у того конкурента, он на меня, он был в трудовых до меня, работал уже давно, был старшим тренером. Он очень сильно обиделся, забрал команду свою, и я получился со своей командой, играю в клубной лиге. Он просто забрал команду, обиделся и ушел. И что вы думаете, первый круг мы на первом месте, Спартак был на втором, даже у нас на игру было меньше. Все на меня говорят, где ты их нашел, где ты их нашел таких? А это все вот собрали в Отрадном, да? Что в Отрадном собрал практически, ну были несколько человек там, да, вот, которые, а в основном все из Отрадного. Ну, очень все, конечно, поражались, да, как же так это. Заиграл кто-нибудь из них? Ну, Ершов потом, вот Смирнов с нами здесь работает, тоже здесь методистом, он у него был в сборной России немножко. Ну, так Ершов никуда не попал из тех. Ну, вот был потом, ну это уже в локомотив я перешел когда. Да, еще так, вот получилось так. Команда была хорошая, то есть на четвертом, мы закончили, правда, на четвертом месте. Ну, вы сами понимаете, Спартак, наверное, набирает быстро, ЦСКА быстро народ набирает. Они быстро обновляются к нам, то никто не идет, вот кем я был, тем остался. Ну, в последующем эта команда, вот, которая была у меня, она в клубной лиге всегда была крепким середнячком. Одна, в один год, я помню, мы в полуфинале вышли на Спартак, только проиграли им по пенальти. 1-1 был счет, проиграли по пенальти. Третьи были, четвертые, пятые, вот эти места мы занимали. Была, то есть в трудовых резервах, крепкая команда. И вдруг меня Визинский вызывает и говорит, Виктор Федорович, мы вас, вашу команду, она нам не нужна. Я так смотрю, команда середнячка, крепкая команда, что еще нужно? Оказывается, они привезли сборную СНГ и на базе трудовых резервов раскручивали ее на первенство Москвы. То есть им нужно где-то, надо было играть, и они заменили мою команду. Да, я что делал? А сейчас скажу, в 2000 году Локомотив набирал спортивную школу. У них не было, при команде мастеров, не было спортивной школы. И как раз Стаферов был старшим тренером. И вот я ему позвонил, он говорит, да, нам 1984 год нужен. Они уже мне за два года до выпуска, команда уже готовая. И нас приняли не в клубную лигу, а в первую, в Локомотив. Потому что как же так, мы нигде не выступали, и вдруг появилась школа, и сразу ее туда, да. И вот мы, я своей командочкой туда перешел. Вот как раз у меня там... Фактически с основания школы Локомотива. Да, с основания школы. До того времени, так сказать. Ну, да. И вот мы завоевали право играть в клубной потом. Да, и вот очень интересный момент. Значит, жребий сталкивает кубок Москвы, сталкивает вот эту звездную команду, которая меня заменила. С нами, с Локомотивом. И, значит, а мы их обыграем. Я как сейчас помню, вот на Соколе, вот стадион Сокол здесь есть рядом. На Соколе вот это, на 32-е, по-моему, или 16-е было финала кубка. И мы их обыграли. Там, я не представляю, что было. Там игроки попадали, все лежат. Тренер Ловко на них орет. Ну-ка, все в автобус, быстрее. В общем, мы как бы отомстили за то, что нас заменили, эти звезды. И второй момент, когда мы играли в Семен, зная то, что в 84-й год такая команда у Труда. Говорит, давайте сыграйте с нашим Локомотивом. Я посмотрю. И он пришел, как раз искусственное поле сделали на Локомотиве только что. Вот, вот этот вот сейчас манеж открытый. Она была открытая раньше. И вторая игрока была у нас с ними. И что вы думаете, мы их опять обыграем 4-2. В общем, из тех звезд СНГ я не очень получил. Да, вот СНГ. Ну, они чемпионами Москвы были. Но в итоге стали? В клубной риге. Обычно они. Ну, такая команда. А вот нам они, не знаю, так ребята настраивались на них, что бывает не надо настраивать. Заменили их, поэтому... Да, поэтому они... Введение мяча углом. То есть, тащишь мяч в сторону и проталкиваешь вперед. Смотрите. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Посмотри, как я тебя обыграю. Раз, два, три. И ты убежал. Да, понял. Локомотив, это получается около 2000 года, да? Да, 2000 год это был. Ну, тогда я себя представлял Локомотив на стыке как раз вот веков. И, так понимаю, академии не было. Все только строились сами. Видимо, своими руками эту академию строили с другими тренерами. Что из себя Локомотив представлял? Ну, они начали... Начали постепенно... Вот эта гостиница, которая сейчас... Интернат. Начали открывать интернат. Ребят собирать. Да, уже приглашать из других городов. То есть, уже у нас появилась база. Позже появилась общеобразовательная школа на территории Локомотива. Я так понимаю, это все идея Филатова, Палыча тогда была? Да. Организация. То есть, был непосредственно контакт между ними и школой? Был, да. И они собирались на письмо. Вот его предложение было... Допустим, такие предложения были. Вот нам приходили, говорит, так, Семин сказал, что лидеров команды каждого возраста передать из младшего возраста в стаж. Да, чтобы на новый уровень выводить лидеров именно. Вы согласны с такой идеей? Ну, вот я на примере Жамаледина вам хочу сказать. И как раз историю, как он пришел. Ну, вы знаете, как проводится отбор. Вот в Свартаке я два года был. Там сотни желающих приезжают, родители приводят отбор делать. Там толпы народа, ну и естественно, какие там у них устанавливают. Введение там мяча, они ведут мяч, проверяют их там по-всякому и попадают единицы. Как попал ко мне Жамаледина? У нас в локомотиве не хватало полей, баз, залов. И я в Отрадном арендовал зал. Самостоятельно, да? Да, 95-й год у меня был. Да, 84-й год. Несколько вернусь назад. У меня был 84-й год из трудовых резервов. Они два сезона провели. И последний сезон у нас было первенство России в Казани. Зона. Мы там чемпионами выиграли зону России. Поехали в финал под Саратов-Камышем. Ну там мы неудачно выступили. Там седьмое место, в общем, в итоге заняли седьмое место. Ну и я выпустил этот год и перешел на 95-й, на маленьких. Там это им было по 7 лет где-то. Вот. И вот в этот момент как раз бас не хватало. Я тренировался на Бухвостово в зале, это рядом, на Преображенке. И в Отрадном. Все, это оплачивалось, конечно, Филатом. Там без проблем, без вопросов. Ну и на одной из тренировок, тренировка идет, появляется в дверях мальчик маленький с отцом. Ну я подошел, он говорит, а можно к вам записаться? Я записаться. Сейчас, говорю, посмотрю. Ну, ему было 5 лет, он на год был, оказывается, моложе, у меня 95-й, а он 96-го. Я говорю, ну ударь по мячу. Он так потоптался вокруг него, ну чего 5 лет ребенку, что он может? Он так носком упырнул. А я говорю, ну, не знаю, что вам сказать. А отец говорит, ну вот я мастер спорта по плаванию. Я так смекнул. Это природные качества, сам знаешь, это основное. Значит, у него физические задатки. Я говорю, ну хорошо, оставайтесь, посмотрим, как он обучается. Так вот его оставил, так он у меня и был. Конечно, он на год был, на два даже. Вот он же родился 20-го сентября. Да, он в конце года. А у нас же, если ребенок 95-го, получается, чуть не на два года, его ребята старше. Вот он у меня постепенно, постепенно, в течение там шести лет, вот он у меня занимался. Я его подводил, подводил. Вот, и вот видите, что получилось. Без всякого такого отбора, который обычно проходит в клубах, там невозможно попасть. Даже ребят смотришь, вроде хороший, бежит, а его не берут. Сейчас приходят на возраст. А Рифата, Рифата получилось, взяли просто так, из любопытства, можно сказать, что получится из него. Но уже тогда были вот серьезные наборы, потому что, ну, все-таки... Да. Серьезные, да? Серьезные. Был локомотив, много народа пробовалась, и вы сами проводили, отбирали, смотрели на эти... Конечно. Но тут получилось так, что вроде земляк из Отрадного, он, я тоже. Я так понял, что в Отрадном просто какая-то футбольная мекка, и там... Да, такой район, вы знаете, очень... А сейчас потяжелее, может быть, стало с народом. Ну, раньше я по школам общеобразовательным ходил, по залам. В одном зал снимал, в другом... Иногда приходилось, ради того, чтобы пускали в зал, тренировать даже школьную команду. Вот ты часок с ними позанимаешься, вот ты так, как бы условия ставил преподаватель. Вот ты с нашими позанимаешься, тогда мы тебя пустим. Ну, приходилось работать так. Как я понимаю, 2002 год, это еще и год первого чемпионства Локомотива. Какие-то воспоминания с этим связанные есть? Ой, мы ходили на футбол, и я... Своей командой... Нас пускали, прямо мы сидели командой. И вот у меня был маминого сын занимался. Володя Маминова. Он такой... Мне очень нравился, он как человек. Я помню, значит, он... Мы смотрели матч с Интером, по-моему. С Интером. Он пришел к нам на тренировку до этого. И мы там делали... Мы разучили финт. Вот такое двойное касание мяча, проброс, и тут же удар по воротам. То есть почти без замах. Он сидел на тренировке. И мы так сидим, смотрим, он идет вдоль штрафной. Пробрасывает мяч нашим финтом. Нашим, я говорю. И мяч просвистел на штанге. Там, конечно, буря восторга зрителей. А после игры мы как-то встретились. Я говорю, Володь, а ты прям, я смотрю, наш финт при мене. Он говорит, учиться никогда не поздно. Я так удивился. Другой бы сказал, да что ты, я что, не знаю, что ли, чего ты там... А он это вот так сказал. Учиться никогда не поздно. Значит, он говорит, это учиться не поздно. Володь, который... Значит, идешь, идешь, ты вот стойка, ну, допустим, так, как воротам. Идешь, как они сейчас обычно. В краю, в центр идут с лечом. Толкают, толкают, потом лет. Раз, два, и сразу удар. То есть, вот что он сделал. То есть, защитник не успевает ставить ногу, противодействовать избежателю. Заблокирует. Да, заблокирует. Вот, вот еще все. Без подготовки, без короткого замаха. То есть, видишь, вот ты за мной. Он меня вот так, даст, два, и сразу из-за тебя удар. Это я никогда не повторю. Толкни мяч. Двойное касание. Не, 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 не стой, да и не начинай. Вот это движение. Неожиданная проталка. Раз, два, вот это движение. Да, вот это движение. Вот это же делай движение. Толкаем мяч. Нет, сначала толкни. Я пытаюсь. Хотя бы на месте это воспроизвести. Двойное. И сразу удар. Задавить надо, да, быстро, пока не заблокировал удар. Нет, Леша, ты остановил. Вперед, да. Сюда. Вот мы выпускаем. Да, другим. Команда 95-го года, я так понимаю, она была уже сильной. Сильной. И вы боролись за поддержку. Только мы выиграли турниры. Вот ДФЛ. Все турниры ДФЛ и международные, все мы выигрывали. В приз открытия Москвы среди клубных команд мы выиграли один сезон. Второй сезон, для нас это было уже второе место, трагедия. Мы, значит, второй сезон тоже приз открытия был, как сейчас вспомним, на «Спартаке-2» на Мягково. Это там раньше поле было хорошее. И ССК были в одной группе, мы их обыграли. И по две команды выходило в финал. И в финале мы опять встретились с ССК, и мы им там проиграли. Для нас это была трагедия. Очень много выиграли всяких турниров. Ну а в конце, когда я говорю, я уже, у нас пришли новые там люди, Семина убрали, спортивную школу начали всех менять, тренеров. Ну у нас проходит вечер, подводим итоги сезона. Там на «Швиблово» есть, знаешь, там «Локстрим», как он называется. И, значит, у нас так получилось, 95-й год я ввел, и приезжаю со сборов, и мне говорят, Виктор Федорович, возьми 96-й, там что-то им надо было поменять, не знаю, для чего это было сделано, не знаю. Возьми 96-й, а у меня команда 95-й шла на первом месте. Ну и я раз перешел в 96-й, я сразу Рифата забрал. Я его не отдавал до этого, потому что он мой воспитанник, и я говорю, вот он будет при мне. И, значит, Рифата забрал с собой. Заканчивая второй круг, мы стали чемпионами 96-й. Награждают медалями, вызывают 96-й год. Вызывает 95-й, меня за рука втащит, вешает медаль. Ну, ты же заслужил, говорю, что ж ты. Вот, и после этого я уже был настолько уверен, когда я уже услышал, что идет смена руководства, смена тренеров. Я настолько был уверен, что я останусь в локомотиве, потому что редко кому удается за один сезон две медали выиграть. Нет, ко мне подошли и сказали, мы с вами контракт не продлеваем. А кто тогда был директором? Это был период с неким Максимом Отиной, или это уже дальше? Это был, знаете, новый директор. У нас был директор, он с Кокорина увел в Динамо. Родионов был, он Родионов, он был Родионов. Потом его сменил, вот сейчас в Строгино, Нагайсов. Но он уже не в Строгино? Уже не в Строгино, да? Вот он пришел директором, заменил Родионова. Ну он, да, объявлял о том, что вам, или Родионов объявлял о том, что не будет продлеваться? Родионов просто сказал, что тебя тоже, наверное, уберут. Давайте, раз уж мы вспомнили Кокорина. Вы наверняка его помните по тренировкам, видели. Я слышал много, опять же, историй про Кокорина, что это была чуть-то не главная звезда всей школы, и на него приходили люди смотреть. Вы его каким-то... Да, это действительно был такой игрок, известный, выдающийся. Ну, уже с такими, как вам сказать... Его баловали, очень баловал его Родионов, во-первых. Я как ни зайду в кабинет, они сидят там, постоянно он там у него ошивался в этом кабинете. Или вот, допустим, идет по коридору, вот так двумя сумками обвешался с формой. Он ему форму напихает туда, для чего это было, не знаю. У всех в комнатах нам приходилось иногда дежурить в интернате по ночам. Вот. У всех телевизора не было, потому что дети должны спать, высыпаться, они же сами закроются там, телевизор смотрят долго. У него был телевизор всегда. Потом раз такой эпизод был у меня с ним. Тренер то ли заболел, то ли... Ну, я заменил его. И там было одно упражнение, где надо было пробежать, а потом там что-то с мячом. Смотрю, он не бежит. Я говорю, Саша, в чем дело? А он мне говорит, а я не хочу. Уже в те времена, вот, вот, какое-то у него было такое уже, какое-то пижонство, что ли, зазнайство. Уже вот как-то... И при этом он должно было быть не очень много лет, да? 14, может, 15 лет? Да, 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 это было где-то так, 15 где-то лет уже. Вот уже где-то проявлялся вот это вот, его вот такой... Гонор. Гонор, гонор, который, может, и сказался вот в этой ситуации. Ну, ладно, вернемся к вашему 95-му году. Там тоже много ярких футболистов. В самом первом в «Локомотиве» дебютировал Лобанцев. Как вы его нашли, как он вообще... Лобанцева я нашел вот как раз на призе открытия. Я рассказывал мой сезон. Он мне показался очень мощный, здоровый. И я подошел к нему, и мы тебя приглашаем в «Локомотив». Ну, он согласился сразу. И как у меня получилось, как я узнал, что он в основе стоит в «Локомотиве», был отпуск у нас, у меня в даче под Рузой. Я покупаю «Спортэкспресс», открываю, и там пишут. Лобанцев – это третий вратарь в стране, который в 17 лет стоял в основном составе. А Кенфеев, Харин, по-моему, и Лобанцев. Наверное. Да. Ну, дальше у него что-то не пошло, конечно. Ну, сейчас он в «Ротаре», там борется за место в основном составе, так что, может быть, еще не все потеряно. Кого еще из того состава вы можете выделить? Корян также приехал ко мне, который в Химках. Да. Значит, с ним такая история. Также в «Отрадный», также в этот спортивный зал. Приехал на тренировку и говорит, не посмотрите я. Ну, конечно, посмотрю. А он такой маленький росточком. Вот. Ну, впечатление после тренировки, говорю, неплохое родителям. А вы как собираетесь здесь жить? А мы снимем квартиру, если вы нас возьмете. Они из Сочи специально приезжали в Москву, чтобы… Из Сочи. Да, привезли сына на просмотр. Примерная история потом, как у Мирнчукова была, тоже специально приезжали. И что? Как вы оставили Корян в итоге? Ну, вот, я говорю, если вы согласны снимать квартиру, пожалуйста, я не возражаю. Ну, я говорю, это для вас тяжело. А дядюска очень сложно. Они говорят, нет. И вот они ради сына снимали квартиру. И вот видите, что все-таки из него что-то получилось. Он из сборной России там котировался и в Химках вот забивал. Он был лидером же, да, у Матила спустя некоторое время. Ну, то есть он неплохо играл. Неплохо, но у них, они делили место с Арутюняном. У меня еще Арутюнян был, который в сборной России. Но это Пижон такой, что вот, был такой случай, почему его убрали. Значит, его заменили, он скинул майку и бросил ее на скамейку. И после этого он исчез. Своим поведением. Кто-то увидел это, видимо. Конечно. Я слышал, что чуть ли не Ольга Юрьевна Смородская сама лично убирала из локомотива. Но при этом говорят то, что едва ли не самый сильный по своему возрасту был. Очень быстро бежал. Я его нашел в школе. В Отрадном ходил по школам. Я чувствую, надо локомотиву этот зал в Отрадном все-таки снимать, продолжать. Туда постоянно кто-то приходит. Да. Ну там, я понял, система какая должна быть, когда маленьких набираешь. Нужно, честно говоря, по месту жительства. Почему в Отрадном? Им не надо возить, куда-то ездить. Все по месту жительства. Они вот почему приходят. А потом, когда уже происходит отбор, и их свозишь на локомотив, они посмотрят этот стадион, они найдут возможность для того, чтобы возить ребенка. Еще ребята, Александр Ломакин, например. Ломакин, Саша, да. Его я из смены взял. Мы, помню, играли какую-то у себя игру, и Ломакин и Сашу пригласили. Сразу устроили его в интернат. Он у нас в школу нашу общебразовательную. Но еще один, вот этот, в Бенфике, Лостов Виталик. Он у нас из Воронежа, конечно. Из Воронежа. Проводился на стадионе в Лосинке, там, искусственное поле, значит, проводился турнир Локустрим. И Родионов подзывает меня, говорит, Виктор, что-то езди, посмотри там, ребят. Может, кого-нибудь найдешь там. Ну, я поехал. Сидел на трибуне, смотрел Воронеж. Смотрю, мальчик явно выделяется. Ударище был сумасшедший. С центра поля он гол там забил. И я сразу после... Молодой тренер у него был. Всегда был таким высоким? Высокий был уже. И подошел, молодой тренер был. Он так обрадовался, что его в локомотив пригласили. Я говорю, так, ну все, берем тебя. Давай, собирайся. У нас есть интернат, школа общебразовательная. И вот мне вот что, вот раньше подкупало. Вот если тренер привел игрока в интернат, там сказал директору, он сразу устраивал без всякого. Доверял настолько тренеру, что... И сейчас вот, допустим... Я больше на селекционерам доверяю. Да. Понял. Протолкнули, переступили. Через мяч переступили. Вот, вот так. Внешне проталкиваешь. Переступаешь, не переступаешь. Внешне. Вот, 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 вот так. Добивай. Включай. Да. Добивай. Неплохо. Неплохо. Значит, смотри. Правой ногой ведем. При параллельном ведении. Вот, ты защитник. Мяч я веду от противника дальней ногой. Правильно? Да. Проталкиваем с тобой. Вместе бежим. Пошли. Вот, видишь, что я сделал? Остановились. Ты остановился, а я в этом момент проталкиваю. Вот, вот, вот. Попробуй. Так, проталкивай мяч. Беги за ним. Наступил. Сразу проталкивай. Да, да, да. Так, еще год у меня был в Локомотиве 2. После Локомотива, Локомотив 2. С каким годом? Тоже 95-й. Я взял 95-й. И этим годом, вот представьте себе, как все складывается. Значит, я вспоминаю последнюю игру сезона со Спартаком. Если мы делаем ничью даже со Спартаком, становится чемпионом Локомотива. Моя команда. Средители сидят, мои родители, все бывшие. И болеют за вашу команду. Да, и вот счет 0-0. Идет, где-то уже остается до конца немного. И вдруг ведет мяч Спартаковец и падает штрафной. Я думаю, ну все, ясно, пенальти. Судья подходит, достает желтую карточку игроку Спартака. Но судил, вот сейчас не помню кто, судья всесоюзной категории, всероссийский. Нет, даже высшей категории там какой-то. Настолько тонко он это уловил. Я думал, все, конец. Тем более Спартак с нами играет. Все играли в ничью, как на меня родители мои бросились обнимать меня. То есть я принес опять победу своей команде. Понятно. Ну дальше, что после Локомотива, как ваша судьба складывалась, какие школы были? Ну а после Локомотива, да, тут же есть воспитанник, который, вот вы говорили, Сулейманович. То есть вы в Сокол, да? Через какое-то время пошли. Да, вот после Локомотива 2 я пришел сюда. Пришел сюда. У меня был сначала 95-й год, потом... И мы стали чемпионами здесь. Я сначала был третий. Уже по следующей лиге. По этой лиге, да. Третий сначала пришел, когда набирал команду. Потом стали чемпионами, 95-й. Вот. И потом мне достался 2000-й год. Меня директор вызвал, говорит, принимай 2000-й год. Ну команда была средняя такая. Ну середнячок, неплохая, неплохая командочка. И вот в эту командочку как раз пришел с улицы Сулейманов-Тимур. Он практически дворовый. Как их называют, дворовый. Он нигде в команде не... Он занимался борьбой. Приехал... Ну я увидел, парень талантливый. Он занимался борьбой, но футбол ему нравился больше. Футбол нравился, ага. Футбол нравился. Я потом познакомился с его братом там. Я на молодежку с вами ходил, а мы сидели там вместе. Вот. И, значит, ну что, мать там где-то работала убойщицей. Отец в разводе. Очень тяжело, видно. Он и денег ему давал на питание, и там как-то поддерживал его, как-то старался. Ну что можно было сделать? И вот мы поехали на сборы в Сочи. Международный турнир там был. Хорошая гостиница, все включено. А поехали как? Его надо было кому-то оплачивать. У него денег-то нет за счет родителей и все. И я попросил родителя одного там богатого. Он говорит, вопросов нет, я заплачу за него. Приехали туда. Начали игры начались. Он мне заходит в номер и говорит, Виктор Федорович, меня приглашают в Краснодар и Динамо. Это уже почти выпускной год, да, получается? Нет, это было лет 15. 15. Я говорю, Тимур, сейчас приезжаем, и я тебя отведу в локомотив. Потому что там условия я знаю, хорошие условия. Мы тренировались в Черкизово, у нас поля своего не было. Вот там в парке в этом тренировались. Я его приглашал на тренировки. Я говорю, так, Тимур, ты приходишь за час до тренировки. И я с ним занимался все время индивидуально техникой. Потому что он отставал, надо было догонять. А парень талантливый. Вот. И, в общем, получилось, что с Тимуром его сразу взяли. Я единственное попросил руководство школы локомотива. Мы были на вылет, помочь клубу остаться в этой группе. Ну, они пошли навстречу, говорят, пусть он у нас тренируется, играет за вас. Он доиграл за нас и остался в локомотиве. Ну, что такое локомотив? Это питание, это интернат, проживание. Никаких забот он уже не знал по поводу сбыта там. У него все началось. И он начал резко прогрессировать. Резко начал прогрессировать. Потом я весь год смотрел, как молодежка играла. Я все время ходил смотреть на игры, ходил смотреть. И он потом смотрел капитан команды. В конце сезона он лучший бомбардир лиги. Потом, вы видели, я когда... Я иду на игру с 4-0, у кого выиграли, у Урала. Иду на игру, мне уже Малядинов дает абонементы на сезон. И обычно, когда он дает... Мы сидим, и Тимур всегда со мной рядом. Я иду на игру и думаю. Ну, сейчас с Тимуром поговорю. Давно не видел. Поговорю, потом смотрю на табло, а он в запасе сидит. Уже в основном составе. И его еще и выпускают в конце матча. Ну, я вообще обалдел. Идет меня, а он знает, где я сижу, мне показывает. Я ему тоже молодец. Он специально с турнира международного, со сборной России. Да, его отозвали. Он приехал в финал. Да, он же в сборную Ю-20. Приехал и сразу в запас. А потом еще и вышел на 5 минут. В общем, такая взлет карьеры. Мама мне там, он на телефоне мне говорит, благодарность. Виктор Федорович, вы для нас все сделали. Он матери помог квартиру купить. Там, в этом, как город Дербент. Я даже думал, в отрадном. Нет, не в отрадном. Что у вас сейчас связывается? Я так понимаю, что с Жамреддином, Сулеймановым общение продолжается. С Локмотивом как-то, может быть, связаны. Ну, вы знаете, по-разному складываются отношения тренера и бывших этих всех выпускников. Некоторые просто забывают, как будто тебя и не было. А вот с Жамреддином мы с мамой дружим и перезваниваемся, с Рифатом постоянно. Вот я его приглашаю на тренировки иногда. Как только свободная игра появляется в те время, обязательно приходи, мы будем шлифовать технику. Вы его на индивидуальные занятия приглашаете? Да, приглашаю на индивидуальные занятия. И также Тимура приглашаю. Да, вот я еще начал рассказ о том, что Гришин, чему меня научил. Еще в Куйбышеве, когда был. Как его зовут? Володя. Он, помню, говорят, когда бил штрафные, Лев Яшин еще стоял, он говорит, весь стадион гудел. У него был удар пушечный. Так вот он мне говорил, Витя, почему мне удар пушечный? Перекачиваю мяч, делаю его мокрым. Это, он еще тяжелее станет. И когда переходишь к обычному мячу, мяч летит как пуля. По идее, наша промышленность, вот и мне все вот эту мысль. Я Рифату вставил две камеры в мяч, зашил и дал ему. Рифат говорит, бей по стенкам, долби сколько можно, удар будет очень сильный. После этого, как называется, по-научному метод сопряженного воздействия. То есть, больше усилий прилагаешь, переходишь к обычному мячу, мяч уже по-другому. Летит как из пушки, как говорят. То же самое Сулейманов мяч это такой сделал. Но у них он быстро порвался, потому что я плохо зашиваю. А по идее, нужны эти мячи. Нужны мячи вот такие, уже в старшем возрасте, для того, чтобы удар был сильным. Я ни о точности не говорю. Именно сильным. Удары за штрафной площади, издалека. Вот такой метод очень годится. Тимур еще над силой удара надо поработать. Конечно. Выход один на один. Конечно, он нападающий. Я не дели ковырнул. Может быть, я так понимаю, что вам Жамреддинов дает абонемент, ты клуб никуда не приглашал, не с клубом, как тогда у ЦС оборвалась, так и больше ничего. Ну, сейчас чем вы занимаетесь и конкретно вот в школе Сокол, понимаю, вы тренер по технике со всеми возрастами. По идее, да, но у нас директор стал смотреть на меня, как на глубокого ветерана, и вроде как объясняет заботы о здоровье, и на поле как бы уже и не разрешает даже выходить. Это вообще нонсенс какой-то. Вот, поэтому сейчас мне, например, неинтересно такое положение делал. Хотя вы мало же палочек, а какой вы ветеран? Вот именно. Не, а потом существует медосмотр, каждый год проходим. Причем здесь возраст, правильно? Если он мне все говорят, да что ж ты так носишь-то? Я говорю, ну а что, позволяет здоровьем, ношусь. Не позволит, я и сам не выйду. Зачем мне это нужно? Ну хорошо, чем вы занимались в школе Сокол, пока вас немножко не отодвинули от поля? Вот выходил ко всем возрастам команда, вот Десюков, очень хороший тренер молодого. Я с ним регулярно, у него очень хорошая команда. Он обыгрывает уже и ЦСКА, и все эти команды, вот сейчас Чертанова. Вот, и я с ними раз в неделю, обязательно у меня было занятие с ними, обязательно. Я им что-то новое приносил. Не то, что они делают, а то, что вот... Какие-то новые упражнения. Да, какие-то упражнения. То, чем они не занимаются. То, чем именно, чем они не занимаются. Мы это продолжали очень долго, и вот он мне сейчас говорит, а что ты? Ну я ему объяснил, что. Ясно. Ну, спасибо вам большое за это обстоятельное интервью. Я надеюсь, что, может быть, еще из школы Сокол кто-нибудь в локомотив придет и еще засверкает. Чувствую. Ну и, скорее всего, это будет кто-то найденный в Отрадном. Да. Да. Может быть. Спасибо за разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.